Сказание Республики Казахстан Вы знаете, что Казахстан, наверное, один из самых активных регионов на федеральном уровне, который участвует во всех программах Все заметные проекты Республики Казахстана Республики Казахстан, как правило, начинают с уважения Казахстана Вот Сергей, как говорится, один из проектов Причем это проектовский региональный, муниципальный проект Ребята, я скажу, удовольствием в Крыму вывести Возможно, на вопросы, да? Опять же, повторюсь, не собираюсь никого учить Просто решил рассказать, как действовали мы С точки зрения продвижения маленького, абсолютно маленького 33 гектара промышленного парка В практически, наверное, никому неизвестном, кроме Казахстана В муниципальном районе Теречи, который представляет собой Ну, я сейчас на карту тоже покажу Вы примерно поняли стартую ситуацию и место этого проекта Район образовался как-то по феодальному принципу Обособившись от более крупного Сабинского района Который, опять же, только в Казахстане, практически известно Он и по площади, и по населению 13 тысяч населения всего, да? Вот примерно такая ситуация Я сегодня хотел бы вам рассказать, как мы действовали с точки зрения продвижения вот этого проекта На региональном уровне, чтобы о нас узнали в Казахстане На межрегиональном, чтобы о нас узнали в других регионах На федеральном уровне, чтобы о нас узнала Москва и чем-то помогла И так получилось, что мы не остановились Инерция пошла дальше, локомотива, да? И мы начали продвигать еще и на межправительственном, межгосударственном уровне проекта И так, примерно вот подводя какие-то итоги Начали формулировать некие формулы успеха, да? Я думаю, все, наверное, ее прекрасно знают, да? Первое, наверное, такое слагаемое Это вес, авторитет, лобби и какой-то, я не знаю, шлейф взаимоотношений Что-то из стоявшихся с Москвой губернаторов Второе, должен быть всегда какой-то локомотив Вот в нашей ситуации это был глава муниципального образования, да? Наш движок, у нее, честно говоря, и прозвище такое Локомотив, да? Соответственно, ну, поймите, да? Без слаженной, профессиональной, доверяющей друг другу, друг другу, команде И чувстве локтя вообще невозможно ничего сделать Это как бы тоже все аксиома Ну и какой-то элемент Все, первые три фактора были субъективны, наверное, да? Зависящие как бы от личности Ну, а это, пожалуй, какие-то вот такие вот, ну, объективные категории, да? Кто-то это называет везение, удача Кто-то называет, там, я не знаю, там, фарф Я предпочитаю слово, там, благотриятствование И, соответственно, вот смелость города берет, да? И, не знаю, там, мы уже сами про себя такую фразу придумали Или про татарушек так говорят Слушайте, это татарник действует так, чтобы потом бы другие спросили А что так можно было, а что нет? Ну, вот, вот, как, вот, примерно вот по такому немножко принципу Ну, и, понятно, вот вопрос, я уже упомянул Доверие, которое зиждется, там, на репутации, честности, порядочности И, собственно говоря, вот он, этот кредит-то мы формировали, да? Вот, собственно, хотел показать Вот наша республика Татарстан Видно, кстати? Потому что здесь уже такой сероватый-зеленоватый фон, да? Вот этот вот малюсенький островок, да? Это вот Тюльчинский район И по площади, и по населению достаточно такой, скажем так, незначительный, да? А вот примерно как он располагается относительно наших крупных промышленных, например, там, инфраструктурных объектов, да? Вот так Вы нашли, это вам ступили, скажите? Все, кажется, да Мы наступили на горло собственных мест Полагаю, что где-то кабель питания, да? Все, просыпайте Давайте, я что-то не скрывать, я вот сюда Вот, значит, поясню Соответственно, самая близкая точка к Тюльчинскому району – это Казань Там у нас есть крупные промышленные объекты, исторически сложившиеся В том числе Казань-Урксинтез, наш основной поставщик полиэтиленовой группы Синтетических полимеров, да? До, с набережных Челнов и до Нижнекамска с крупными индустриями, такими как АВАЗ Нижнекамск-Невтихин несколько подальше Но тоже примерно некое такое плечо треугольника намечается, да? И до южной экологической агломерации, там, ну, как бы совсем далеко, да? Тюльчи вообще в 70 километрах от Казани Там есть трасса, своя веточка, да? Значит, как уже сказал, 13 тысяч населения всего Сугубо депрессивный такой район Специализации преимущественно сельскохозяйственные То есть, вот там вы видите, даже если нам что-то повезет тут со слайдиками, да? Это выращивание, это откон, да? То есть, абсолютно такие вот сельскохозяйственные показатели, да? Так, это значит, то, что мы... Ну, не обласкан трассами, скажем так, федеральными, да? И не обласкан железнодорожными магистралями, то есть ДЖД 35 километров Сами понимаете, с точки зрения какого-то ножа, это много Это далековато, да? И чтобы выехать на федеральную трассу М-7, фактически надо приехать 70 километров в Казани, да? Там есть у нас, конечно, по треугольнику, да? По качеству возможности по полу Вот примерно вот такое положение, да? Это я вам все подчеркиваю, что решение главы муниципального района Сделать промышленный парк не сельскохозяйственной направленности Это было очень смелое решение, если вот так вот можно как бы сказать, да? Очень смелое Именно такое вот индустриальное Ну вот, смотрите, да, там бюджетик абсолютно А, это численность у нас, причем, заметьте, тренд, да? Как всегда, то есть вот 70 километров в Казани, оно определяет отток Это достаточное плечо, 70 километров для маятинговой миграции И вообще для точки невозврата, для расстоянной миграции, да? То есть оттоконаселения, да? Вот, соответственно, вот в такой ситуации надо было бороться Вот они Быки, площади, гектары, выращивание, центнеры и все, как бы, вот, примерно с этим связаны, да? Личные пособные хозяйства и так далее Не буду комментировать, много цифр В принципе, презентацию организатора будет, можно будет посмотреть Вот основные тренды, да? Причем вот этот вот тренд развития промышленных площадок, это новый тренд Это его задание в 12-м году, вот этот вектор, и он пошел Так, тоже не будем останавливаться И вот, значит, вот мысль очень смелая Глава муниципального района Мы создадим промышленный парк Сперва народ, конечно Кто воспринимал не серьезно, он посмеивался Кто воспринимал серьезно, клави, так, ну, на ключе Руку, ты, Груз, ты хорошо подумал И Груз, хватит за реки, глава муниципального района, да? Вот, у нас есть земля, да? Ну, собственно, пока вот, как бы, и все, да? Вот с этого вот надо начать Выбрали землю недалеко, что, кстати, хорошо От самого муниципального района Вот село Тюричи, административный центр района, да? Вот дорога, которая проходит насквозь, сквозь него Еще одна из знаний есть Она вот соединяется уже с магистралью, да? И вот на въезде, скажем так, в населенном пункте Вот это муниципальный парк Чем хорошо? Мы обеспечены кадрами, да? То есть вот один из моментов, который мы рассматриваем с точки зрения Позиционирование парка, это обязательно подробно Такие, а сколько в селе живет человек? 13 тысяч В районе всего, в селе половина Какие кадры, которые там, что-то просто хозяйство направлено, да? А поясню, еще дальше немножечко раскрою Вы знаете, специализацию парка выбрали переработка полимеров Вот, с точки зрения компетенции технологических инженеров Казань в этом, слава богу, богато И, слава богу, для Казани, и плохо для Медникамска А то в кадрах медикимических инженеров все равно в Казани То есть как бы за столичной жизнью И есть возможность, как-то и химико-технологический институт в Казани находится То есть технологов, инженеров можно набрать не вопрос А мы сейчас говорим о рабочих профессиях Те, кто будут стоять у экструдера, не трогая, извините, да? Вот эти вот все регуляторы, кто у термопласт-автомата будет стоять Кто будет принимать крошку Кто будет сортировать отходы, мыть, там чиллеры, все вот это вот Грануляция, да? И все такое прочее Мы ничего не знали тогда И уж тем более, меня вообще, честно говоря, тогда в проекте не было Когда вот этого старта 12-го года ситуация, да? Никто не знал вообще, что такое муниципальное, что такое не муниципальное Ну вот нам так сказали, да? Надо действовать Ладно Соответственно, в 13-й год вектор губернатора в том, что надо развивать промышленные площадки в районах Оно понятно Много заброшенных станций, материально-технического снабжения Бывших каких-то колонн, да? Я не знаю, там, кооперативов, бывших небольших промышленных предприятий Все это осталось, коммуникации есть, надо возрождать Тренд абсолютно правильный, да? Он, кстати, сейчас подхвачен Ну, можно, наверное, так сказать Это подхвачен ассоциацией и представителям отраслевого сотрудничества Надо набрать фил для обращения внимания Там есть подлецовое развитие, да? Чем асфальтировать поля с ромашками Извините за такое вот, как бы, это, да? Так Выяснили, что для промышленного парка Почитавку какие-то нормативные документы Нужны резиденты, да? Ну вот озадачивались Первое, соответственно, мы обратили внимание на казань Ну где, как бы, брать свой резидентов сперва? Не в самом же селе Телечи Там абсолютно маленькие, как бы, вот такие вот бизнесы Давайте в Казани, да? И представляете себе степень доверия первого резидента Главе муниципального района Который позвал его в поле И сказал, вот здесь у тебя будет производство Из наличия только дорога Электрики еще нет Газа еще нет Воды еще нет Есть, честное слово, удар кулаком по столу Главой муниципального района Да? И, собственно говоря, все Поэтому первый резидент ему надо при жизни ставить памятник Как, я не знаю, как абонентам ставит белая первая золотая, не знаю чего Вот он, этот смелый человек Левой рукой, точнее, вот здесь слева Рукой показывает на свое производство Это производство переработки отработанных шин То есть, понимаете, да? Выдирают хлор, резину, все остальное Срезают там эту обечайку И начинают это перемалывать в разную фракцию И потом эта крошка идет Наполнители дорог Асфальт и бетонные, да? Когда они строятся по технологии Опять же, да? Многие не кладут Она идет в покрытие для стадионов Кто-то коттеджи и дорожки делает Кто-то еще вот эти все красивые видели, да? То есть, спортивные Которые, ну, скажем, травмобезопасные То есть, если коленком не подешь И ногу не разберешь, как на асфальте Резиновая крошка вот эта Не говоря уже о плечах и всякой прочей Туркварной Вот, соответственно, поначалу в этот парк посмотреть на этот диковинный зоопарк Извиняюсь за сленг, да? То есть, я над собой уже, как бы, коллега не издеваюсь Да, но это было, вот поймите, вот так вот, да? Поначалу приезжали много людей Что за такой индустриальный парк там в этом селе Тюльичи? Кстати, благодаря индустриальному парку Многие узнали, где находится сел Тюльичи Это, кстати, тоже факт такой, да? Соответственно, задавали много вопросов И вроде производства-то, как бы, ну, вот Инноватики там, по большому счету, никакой Обычное, как это, линейное, классическое производство, да? Ну, вот такая вот, как будет у нас Новый тренд Я, кстати, до сих пор его не понимаю С чего вдруг муниципальный парк Который изначально, как бы, задумался И возможности, соответственно, получить финансированный Новый год, вот решили, ставили тот теперь частный, да? Но, видимо, испугались Сергей, говорите прямо Это ваша татарская хитринка, ну что уж Нет, я, честно говоря, не считаю это Стратегически правильным вектором Дело в том, что экономики у частного проекта Гораздо меньше, чем у муниципального проекта В принципе Абсолютно нет Ну, вот, я пока не понимаю этого тренда Но это была данность, с которой мне пришлось работать Когда, да? Опять же, никто не знал Не было ни доводов, ничего Ну, та голова сказала Вы понимаете, у нас в Татарстане Очень многое тоже, как и во многих Ментальных республиках, делается Ну, вот, было бы поручение Было бы поручение президента Мы его выполнили Ладно Появилась частная управляющая компания Тогда еще, что интересно В состав управляющей компании Обязательно входили первые резиденты Ну, как без них-то Они, собственно, я так полагаю И были инициациями создания Некой частной управляющей компании Чем не зря, что они здесь появились Мы как-то должны этим процессом Когда он у нас зарубит То есть, поуправить Сергей, а земли передали Управляющей компании Еще до изменения В земляном кодексе, да? К счастью, да То есть, сейчас бы вы это сделать не смогли? Сейчас Да, это было бы гораздо сложнее То есть, сейчас Вот, например, нам предстоит В 2021 году передача Опять возобновления договора Для нас будет проходить процедуру Через агентство инвестиционного развития Масштабный инвестпроект И все вот это вот То, о чем я вчера немножко говорил Значит, передали Землю Появился указ созидания Началось Дай миллион, дай миллион Дай миллион, да? Как в книге известного Рустам Боголевич Он, кстати, любит очень такую фразу Она же в свою будность Ботовала, когда колхозы Отчитывается глава колхоза Там, уважаемое правительство Колхоз создали Присылайте колхозин Заложите, пожалуйста Уважаемый президент Деньги в бюджет, да? Потому что Вот мы собрались тут На конкурс Министерного развития Узнали, откуда Ты чего-то Как-то, да? Что есть конкурс Опять же, провезли Вот эти все Статусы Начались Первые вопросы Без ответов Методологические Наши проблемы, да? Оказывается Надо было деньги Ну, по условиям Это конкурсов Кладывать, да? Мне вот это вот понравилось И вот этот Кто вкладывает деньги Он называется Девелотер Что, говорит Прямо так и называется Тот человек, который Деньги вносит Его так называют Что-ли? На татарском языке Вот это слово Ну, практически Не знаю Ругательство, что ли Неизвестное И возник сразу вопрос Слушайте Раз деньги надо вкладывать Может, ну, обратно Будет цепальным станет Но у вас нет уже Время, извините Вот До конкурса Несколько месяцев Вы сейчас Что, растрогай Деговор аренды Будете все Вот это вот Поворачивать назад Первый Блин Тринадцатого года Был у нас Комнат Сейчас поясню Как бы почему Ну, во-первых Первую причину Вы уже услышали Недостаточно было Вложений Сделано инфраструктуру Мы стояли Только на начальниках На пути Соответственно Нас, как это говорится Попросили Пока С этого комплекса Вот наши Статусные коллеги Сказали Ребята Вы еще пока мало Вложили инвестиции Во все это дело Наши немножко скисли Почесали Там это все Хотелось бы, конечно Как-то правило игры Тем более Вот понимаете Вот эта перемена Переход от муниципального парка К частному Вдруг Никто правила игры Не знает Ничего не понимает И вот на конкурсе Наконец-то Получили первый набор знаний Опять включился Наш локомотив Уважаемый президент В первый раз у нас не получилось Дай миллион Дай миллион Дай миллион И Вторая Слагаемый Успех у нас Тестный губернатор Владимир Сегионального бюджета Он Тоже Заметили Степень доверия К парку Степень доверия К главе К команде 26 миллионов Вы знаете Честно говоря У нас Единицы Потом После вот этой ситуации Парковых структур Получали вот так вот Целевые деньги Дал денег Для того Чтобы подвести Электроэнергию К парку Раз уже Первый резидент Появился Ну там понятно Мы ему обеспечили Точнее Район Обеспечил Вот там Другое место Обеспечил Ему Подключение К легкосмошенной По временной схеме И Что хорошо Постановки Действительно Пашины Коммуникации На дороге Здесь Нас уже Коллеги Стали учить Правильно Я не поставил Здесь Ударение Правильно Говорит Бегаю Ага Понятно Нам срочно Нужны Какие-то Торсевики Которые Нас Подпитали Знаниями Экспертным Менем Я думаю Все вы прекрасно Знаете Эти две Персоны Их советы Реально Были бесценными Потому что Мы уже давали Таких Скажите Кто Не все Знают Айрат Безатуллин Технополис Кенград Город Казань Фарит Закиров Специализация Производства Малтонарной Химии Болимеры По большому счету Это наш большой Кокурин Но Малыши Которые Проскакивали Через Ситы Отбора Релакировались В тюбичах У нас была Очень интересная Ситуация В Химграде На тот момент Произошло Наполнение Производственных Толщадей То есть Химград Был заполнен Он тогда Не успел построить Свою очередную Пятую Или шестую Очередь И соответственно Малыши Кому Нужны были помещения Например Или кто хотел Обособиться Они в этот момент Спокойно Могли перейти В промпарк Которые 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 У нас не убедился Потому что В принципе Всем хватит Полимерчиков Достаточно много И Значит Парик Закиров Кипмастер Это промышленный Парк Достаточно серьезный Он кстати Сейчас По-моему Первый В России По объему Обслуженных Площадей То есть Они лидеры Лидеры Возник На базе Бывшего Одного из Производств КамАЗа С точки зрения Локализации Кооперации И Как сказать Консолидации Всех поставщиков КамАЗа Первого Второго Уровня На одной Площадке Чтобы Одна была Семерия Кооперации И так далее Соответственно Вот ребята Которые уже Не первый раз Ходили в конкурс Минокрового развития Правда По браун Фил Парк Нам приходилось Еще на себя Длинить И все Делать Но Их советы В самом начале Пути Это Ну Тут появились Мы Опять же Слушайте Ребята Мы Нам Скажем так Они Нежливо Сказали Нам Что Надоели Нам Ваши Идиотские Вопросы Уже В конце Которые Привлеките Кого Соответственно Они Советовали Нас Мы Подключились К проекту Мы Поняли Что Нам Чуть И не Ежедневно Нужны Советы Отраслевого Сообщества Мы Стали Членами Деловой России Мы Вступили В ассоциацию Мы Жадно Впитывали Всю информацию Которая Исходила От этих Структур Мы Там Посещали Все Практически Старались Все Профильные Мероприятия Особенно Где Аналитика Какая Давалась Мы Перелопатили Горой Информации Потому Для нас Когда Отрасль Была Абсолютно Новая И мы Делали Первые Шаги Соответственно Низкий Поклон Ассоциации И всем Кто Нас Консультировал И Кто Отвечал На наши Глупые Вопросы Люди С которыми Мы На заре Начинали Работать Скажи Что с на фотографиях А? Я говорю Какая у вас на фотографии Переясните Это Соответственно Подключившись к проекту Я обнаружил Одну Такую Вещь Что Нет Бизнес Могель Управляющей Компанией Парк Был Задуман Как Муниципальный То есть Управляющая Компания Не задумывалась Или у меня Было Вообще Никаких Статей Дохода И Сюфер Назначались Все Земли Участки Для Передачи В аренду То есть Не Был Даже Бил То есть Не Был Строительство Помещений Передачи земельных Участков Передачи Помещений Чтобы Управляющей Компании Появились Каких Статей Дохода Соответственно Мы Перелопатили Все Вот Это Концепцию Бизнес План Мы Приняли Решение Что Управляющая Компания Будет Свои Здания Управляющая Компания Изыскала Уважные Средства Для того Чтобы Начать Отстроиться Далее Чем Сдавать В аренду Это Примерно Так Выдела Площадь И Сейчас Останавливается Первый Резидент Занял Площадку Сразу Управляющая Дальше Соответственно Указ Издания Начала Сторвить Свои Дальше Здесь У нас Должен Энергетический Центр Вот Это Два Третьих Резидента Они Заняли Площадь Почти Петер Петер Соответственно Почти В чистом Поле Не Совсем В чистом Самая Основная Прекрасно Знаете Первые Два Первый Один Там Два Дальше Как-то Полегче Пойдет Как в политике Первые Сорвие Тяжело Потом Легче Вот И Соответственно Турки Они Пришли Не только На авторитет Главины Они Пришли На авторитет Губернатора И на Живых Действующих Первых Резидентов Это Следующая Ступень Соответственно Переработка Концепции Бизнес Плана Потребовала Изменения Проектно-смертных И всех Технических Решений Мы По-новой Переработали Все Прошли Депертизу Дальше У нас Стал вопрос Надо Те самые Инвестиции В площадку В инфраструктуру Благи Соответственно Лукас Созидания Мы Поключили Сапартнеров Потому Что Своих Ресурсов Не хватало Они Уложили Ресурс Своих Строительных Компаний И Собственно Говоря Вот Можно Теперь Инвестиции Вот Энергетического Центра Для Эдричных Подстанций ГТП В Казани Была такая Ситуация И С тысячелетиями Перед Кортежем Заливали Последние Метры Асфальта Здесь Примерно То же самое В ночь Перед Съемкой Сдачей Как И Все В России Соответственно Власти Помогали Нам Искать Резидентов В Казани И так Дальше Вы знаете Как Важно Чтобы Во-первых Надо называть Парк Так Чтобы Его Заполнили Первые лица И Надо Называть Его Как-то По Западному По Современному Ну Смотря Кто У вас Глава Муниципального Образования У нас Глава Муниципального Образования Татарин Коренной Простой С С С Парк Должен Называться Как Зеленый Пункт Зеленый Называется Тюричи Соответственно Чтобы Губернатор Заполнил Чтобы Все Остальные Чиновники Потому Что Они Должны Это Заполнить Они Должны Сесть Глубоко Они Должны Это Проговаривать Хотя Б Одно Слово Из Сотни Слов Для Инвесторов Должно Звучать Название Парк Поэтому Яхту Надо Назвать Правильно И Все Время Надо Усиливать Нажим Продвигайте Нас Продвигайте Нас Продвигайте Нас Вы знаете Государственная Машина Раскачивается Долго Потом И останавливается То есть Трудом Соответственно Есть Некая Инерция Вот Соответственно Правительство Помогло У нас Очень Хорошо Отработал Советник Представитель Республики Татарстан В Турции В Бесправительственные Вот эти Все Специализации Примерные Они Производят Товарно-народное Употребление Все виды Корзин Контейнеров Прозрачных Непрозрачных Ящиков Хлеба Хлебниц Все Что в хозяйке Дома Есть Из пластики Вот Соответственно Я Кстати Перевел Положение Татарского Лобби За границей Сергей Сказал Что Представитель Турции Отработал Мы Тринед Дальше Были Дальше У нас Была Встреча В региональном Встречаемся Отсуждаем А мы Бизнес-миссию Организовываем Россию Посещали Два города Москва И Казань Почему Казань Ну Татарстан Москва Полято Татарстан Почему Татарстан Да у них Тут просто Активные Представители У нас На земле Прилаботают Он Постоянно Здесь У нас Подвигает Подвигает Подъявляет Вопросы О том Как построить Максим Подтверждает Известный Всем тезис Если есть Движок Носитель Идеи Он Будет Вкладывать Его Уши Умы Нужных Людей И оно Все Пойдет А если Не проговаривать Для меня В свое время Было шоком Что оказывается Надо людям Которых Ты давно Знаешь И думаешь Что они Помнят Чем ты Занимаешься Все время Надо проговаривать Кто ты Чего ты Чем ты Занимаешься Что есть Что хорошего Произошло Потому что Ну Вы знаете По секрету Мне Турки Наши Партнеры Когда из Инструкции Отправляли Своё Оборудование Они перетащили Инструкции Оборудование Своё На площадку Я когда-то Поправлял Грузовики Я заплатил Куда я отправляю Чего я отправляю Доедет Не доедет Украдут По дороге Не украдут Поставят Не поставят Загубят Не загубят Но потом Все нормально Они стали работать Они сейчас расширяются Слава богу Все Вот Потому что Это решение Сложное На самом деле Особенно Для иностранного Партнера Вы поймите Его не в Ясла Алабуга Просили Его не в Промышленный Парк Какой-нибудь Не в Территорию Опережающего Развития Его просили Точнее Он согласился Расположиться В парке Только На доверие Межправительственным Межбизнесовым Да Вот это все Неизвестный Ранее Моноседовый Пункт Так Соответственно Очень многое Потом Уже По инерции Сказалось Программа Господдержки Преференции Которые Предоставляют У нас Резиденты Промышленных Парков Там Есть Несколько Разных Видов Компенсации Наверное Не буду Это же Не тема Наши Подробнее Один из Резидентов У нас Мог Получить Компенсацию На покупку Недвижимости На территории Промпарка Это Мера На 20 Миллионов Он Соответственно Сделка Купри Продажи Объекта Недвижимости Построенного За его Деньги Через Управляющий Компаний Кто С теми Тот Знает Что Минэконом Развитие Не компенсирует Строитель Монтаж Работ Он Компенсирует Сделки Купри Продажи Поэтому Надо Делать Транзит Либо Через Одного Резидента Или Девелопера Или Через УК Построить И Продать Соответственно Получил Компенсацию 5 Миллионов Рудей 23% От Стоит Потом По аренде Но У нас Эти меры Не смогли Воспользоваться Никто Еще Не накопил Тогда Аренду Кредитов Тоже Тогда Еще Никто Не успел Брать Либо Свои Вкладывали Еще Вот Этой Мерой Поддержки У нас Воспользуют 6 Резидентов Компенсация Часть Истойкости Оборудования Приобретаемые Гаразные Размещения На промышленной Площадке Но не более Пяти миллионов Резинграмм У нас Есть Компенсация Авансового Платежа По Лидингу Эти Все Меры Помогали Нам Позиционировать Парк И Рассказывают О преференциях Что получат Помимо Нулевой Платы За подключение Резидентов Соответственно К конкурсу Мы уже Подготовились Следующему Конкурсу Мингового Развития В следующем 2014 году Мы подготовились Уже Имея Резидентов Двух Арендаторов И трех Застройщиков То есть Это резиденты Застройщики Которые взяли Землю И стали строить Свои корпуса Это резиденты Арендаторы Которые взяли Фактически Тысячу квадратных Метров У управляющей Компании Которая На тот момент Уже запустила Свою первую 1300 И дальше Закладка Уже вторую Соответственно У нас Были уже Соглашения С резидентами Из полимерной Или просто Производственной Направности Которые готовы Были сесть В случае Строительства Помещения Под них Или в делении Земельного Участка В разной степени Подготовленности Были здесь Застройщики Арендаторы Это к тому Что Как мы Доказывали Миноком Развитие Губернатору О том Что парк Состоится Что в будущем Есть Что мы Не остановимся На первую очередь Соответственно В 2014 году Мы сделали попытку Номер 2 Пошли на конкурс На что мы могли На тот момент Рассчитываться Частному промышленному парку Присуждалась Она не субсидия Правильно ее назвать Это целевое Бюджетное финансирование Будущих затрат То есть У нас была света На строительстве Инфраструктуры 372 миллиона Из которых 162 Уже вложили Частные управляющие Компании Строительства Инфраструктуры 200 просили На продолжение Строительства Сетей на другой территории То есть На это Не компенсацию Ранее понесем А на будущее Соответственно На тот момент Нам еще повезло Изменилось соотношение То есть Федерация начала Вкладывать 70% От этих Самых 200 миллионов Соответственно Нагрузка На региональный бюджет Была 30% А начинали мы В ситуации Когда соотношение Было 58 на 42 То есть Региональный бюджет Должен был вложить 42% Представляете Какая нагрузка В тот момент Как была На Татарстарт А потому что У многих регионов Более щадящие Такие вот Межбюджетные раскладки 95 на 5 80 на 20 Вообще Шикарные Стартовые условия Скажем Но это еще зависит От бюджетной обеспеченности Бюджетной обеспеченности Вот еще Одно Слагаемые Формулы То есть Надо Бить Целенаправленно В одну Дочку И добиваться Своего Мы Или Можно так Сказать Упрашивали Губернатора Произвести Там же Очень много Процедур Бюджет Надо заложить Там ПСД Отвердить Этих Подтолкнуть Проектантов Все Экспертиза Срочно Нужна Все Надо Как обычно Срочно А вот Такого Цикла Когда у нас Было В запасе Три года Чтобы мы Не сделали Все У нас Не было Наш Автомотив Благодаря Всему Экому Вот это Я уже Говорил Примерно Так На наш Взгляд Надо Действовать Чтобы Дальше Уже Если Приходит Успех Действовал Правильно Если Пришел Успех Ну ладно Позволил Средишний Надо Избрать Угни Соответственно Чтобы На языках В ушах В умах У Нужных Людей Звучало Тюличи О том Что это Пример Достойный Подражания Соответственно Надо Привозить На площадку Властей Муниципального Регионального Федерального Безусловно Потому что Раскачка Этого Процесса Идет Уже Небыстро И Фактически Это Наше Продвижение Все Кого Мы Вовлечем В этот Процесс Старуют Нашими Говорящими Головами Вы Я думаю Со мной Согласны Потому что Скажем Невозможно Нанять Такой Штат Который Проник Во все Сферы Где Все Лаббировал Надо Делать Своим Союзникам Органы Власти Все Далок Вот Соответственно Мы Несколько Раз Уступали Доказывали Убеждали Мы Приглашали Всех Кого Можно По Несколько Раз Презентовали В Ненаконим Развитии Экспертам Доказывали Приглашали Всех Посетить Вот Я Недавно Сформировал Вот Надо Сформировать Чувство Неизбежности Органов Власти Финансирования Увидите Вот Стоит О задачах Натальи Игревна Эти Татары Похожи Без денег Просто Не уйдут Он У меня В коридоре Ночевал Я Утрирую Соответственно Губернатор Заложил нам Средства Бюджет Сделал Все Необходимые Процедуры И Надо Поддержать У нас Татары Так Говорят Ну Почему Ну Потому Что Сколько Уже Уложено Все Сделано Такие Шутки Соответственно Закон Процессивным Нам Дали Средства Построили Необходимую Инфраструктуру Президент Потом Сам Признался Что Он Сам Сначала Не Верил Мы Сделали Вброс Что Мы Построим Собственную Генерацию Наша Сетевая Компания Испугалась И дала Нам Зачем Это 10 мегаватт Мы не поняли Зачем Ну ладно То есть Свообразный Вот такой Шантаж Соответственно Мы все Поплагодарили Благодарность За доверие И так далее И так далее А власти Продолжали Привлекать Нам Резидентов Вот То что Мы говорили Максим Межправительственные Комиссии Побратимство С Гебзой Шахиром Там С Самсунгом И все Такое Прочее Резиденты Шли и шли Подписывались Соглашения И так далее И так далее И соответственно Мы уже теперь Думаем Как бы нам Тут лопировать Льгот И все Такое Прочее Действуем Дальше Ну раз Лимит Я тогда Уже На показатель Вопросы Наверное То есть Я что хотел Сказал Спасибо Что меня Терескутили Спасибо большое За довольно Подробный Главный Очень живой Рассказ Коллеги Вопрос К залу Мы сразу Вопросы будем Сдавать Но не в конце Давайте В конце Тогда Ко вся Вопросы Сдавить Действительно Ну Раз Мы уже Пошли По Теме Создание Министральных Парков У нас Поговорили Сегодня Про муниципальные Министральные Парки Которые Довременно Еще Участками И являются У нас Сегодня Здесь Присутствует Анна Буклинская Наша Коллега Из Ну да Раз уж так Пошло Из компании Дэго Это Как тебе Удобнее Хочешь Здесь Хочешь Там Удобнее Компания Дэго Представляет Наверное Обширно Не имеет смысла Это Первый Действительно Частный Иностранный Индустриальный Парк В России В 2005 В 2006 Начали В 2005 Начали создание Своего Индустриального Парка В Московской Области На сегодняшний День Это Один Из Самых Динамично Функционирующих Индустриальных Парков Но Саша Намра Поделится С нами И опытом И своим Предлагаем